Система ресурсов в Android очень богата своими возможностями. Даже новомодный Jetpack Compose использует эту систему, так как авторы UI-фреймворка хорошо отзываются о возможности, гибкости и удобстве работы с ресурсами. В этом видео я сконцентрируюсь на ресурсах типа стиль. Да, может кто-то из вас уже не использует UI для построения UI, но как минимум вам нужно работать с темой приложения и Activity, которые останутся в любом приложении. Так что если вы интересуете Android с разработкой, это видео будет полезно для вас. Вначале я расскажу вам базисы теории, какие есть типы стилей, а затем уже покажу, как я организовываю темы и стили в проекте, чтобы они были максимально гибкие и расширяемы. Если хотите посмотреть сразу последнюю часть, то просто переходите к соответствующему тайм-коду. Ресурсы стиля в Android используются для кастомизации UI. Вы могли их видеть в Android-манифесте при применении темы для приложения или Activity. Самое популярное их применение – это задание стиля для View. Что такое стиль сам по себе? Фактически это типизированная мапа, в которой ключом являются атрибуты, а значение – другой ресурс, значение, или, например, может быть число, цвет или текст. Также они еще могут ссылаться на другие атрибуты. Атрибут также является специальным ресурсом, который имеет название и формат. Формат – это тип значения, которое может быть в атрибуте. Практически все типы значений вам будут знакомы, так как совпадают с ресурсами, но вы можете быть незнакомы с такими типами, как Yenam и Fraction. Yenam используется для атрибутов, когда вам нужно ограничить набор значений или добавить какие-то стандартные константы. Например, так сделано для размера View в Layout, который задается в единицах размера, дипах, пикселях или что-нибудь другое, но также вы можете использовать специальные значения Match Parent и Wrap Content. Также для атрибутов можно задать значения в виде флагов, которые между собой можно комбинировать. Например, так сделан стандартный атрибут Gravity, который позволяет вам комбинировать несколько значений для выравнения по вертикали и горизонтали. Вам доступно огромное количество стандартных атрибутов из Android SDK, но вы можете объявить и свои собственные атрибуты. В своем опыте я встречал это только, когда мне нужно было добавить какие-то кастомные атрибуты для новой View, чтобы использовать позже это в Layout. Помимо этого, вы также можете создать атрибуты, которые добавите в свою тему и будете использовать, вытягиваясь на каком-то глобальном уровне или каким-то другим образом. То есть именно объявление атрибутов только в Custom View не ограничено. Сегодня в интеграции я буду рекламировать вам себя, да, все очень просто. Если вам интересно следить за последними новостями из мира разработки и вы хотите держать руку на пульсе событий, то вам будет полезно подписаться на мои телеграм-каналы семейства Broadcast. У меня их несколько. Android Broadcast, Kotlin Broadcast, iOS Broadcast и есть мой личный блог в Телеграме. Там вы найдете все самые свежие новости разработки, самого проекта и всякие полезные анонсы. Если вы уже подписаны или подпишетесь сейчас прямо, то поставьте обязательно лайк под этим видео, чтобы я вас так всех сосчитал. Устроим такую визуальную перепись тех, кто смотрит и YouTube, и подписан в Телеграм-канале. Помимо этого, я стал делать эксклюзивные ролики для меценатов, которые поддерживают меня деньгами, чтобы я мог оплачивать работу проекта. Вы можете поддержать его на Boosty или Patreon, а подсоединить чашки кофе или пачки сигарет. Курение это плохо, не стоит этого делать. Вы можете получить ранний доступ к новым видео и эксклюзивный контент. Но тех, кто из вас не может поддержать или просто не хочет, могу успокоить. Весь контент по Android-разработке вы будете получать. Просто это будет немножко позже, и вы не сможете влиять на выбор тем. Теперь двигаемся дальше и разберемся в наследовании стилей. Стили имеют механизм наследования, что позволяет расширять их или изменять значение атрибутов без необходимости копипасты. Все, что задано в родителей по умолчанию, будет задано и в его подстилях. Чтобы задать родительский стиль, нужно при его создании указать значение атрибута parent. Такой способ называется явным наследованием. Но есть альтернативный способ, называемый неявным. Если назвать стиль именем существующего и добавить в конце точку, тут написать любое название, то этот стиль по умолчанию станет наследовать оригинальный, который уже существовал. Это достаточно удобно, да и Android Studio даже будет вам делать автодополнение и предлагать это. Если вы у стиля с неявным наследованием задите родителя явно, то он будет являться им. Так делают, когда надо оставить иерархическое название, но неявный родитель не устраивает и хочется его заменить. То есть фактически явное наследование имеет более высокий приоритет, чем неявное. Я уже говорил вам, что есть темы и стили, но все они описываются одним и тем же способом, с помощью ресурсов типа стиль. Вы можете столкнуться со следующим логическим разделением ресурсов. Это будет тема, тема оверлей, стиль для вью и текста пирменс, применяемый исключительно для текстов. Давайте разбираться с каждым из них по отдельности и понимать, для чего они служат. Тему вы можете применить для всего приложения. Также она может быть применена для отдельной активити или, например, для диалога. То есть везде, где есть окна, это тоже можно применить. Это достаточно удобно и хороший механизм, который позволяет вам приопределять в различных окнах какие-то стили. Например, вы можете сделать несколько каких-нибудь магазинов или приватных стилей, которые у вас в разных активити будут отображаться по-разному. Менять темы динамически также можно, но это не так просто, как вам кажется. То есть это нужно менять конфиг и прочим. Поэтому без перезагрузки этого не происходит. Без перезагрузки активити. Или окна, где это определено. Стили вью используются для того, чтобы вынести описание множества значений атрибутов из лаяут ресурсов. Также это можно использовать для переиспользования значений между несколькими вью, либо задать стандартные стили для виджета в теме. Например, так у кнопок появляются стандартные цвета, минимальные размеры и другие параметры. Важно, что значение атрибутов из стиля, который вы зададите вью, применится только в ней. Например, при применении стиля для вью в групп, значения атрибутов не будут переопределены для всех дочерних вью в ней. Тем оверлей это возможность, которая появилась в Android 5.0 и предназначена для переопределения значений атрибутов в части иерархии вью. Если задание стиля вью для вью в групп не меняло значений для дочерних вью, то вот как раз-то тем оверлей уже это делает. Тем оверлей применяется не так часто разработчиками, но может вам упростить жизнь, и вместо использования общего стиля для нескольких вью, вы можете просто использовать тем оверлей у родительской вью. Например, вы можете переопределить в тем оверлей стиль для всех кнопок, и соответственно он поменяется в части иерархии. TextU имеет удобную возможность для задания стиля текста, что позволяет легко определить свой собственный набор и использовать их. Такие стили называются TextAppearance. TextU вычитывает только определенные атрибуты из такого типа стилей, а все другие будут проигнорированы. Полный список всех поддерживаемых атрибутов вы можете видеть на себя на экране, но по большей части это все атрибуты, которые начинаются с названия текст. TextColor, TextSize, TextGravity и прочее. Зачастую разработчики используют ссылки на ресурсы для задания значений, строка в TextView, размер элементов и прочее. Но помимо того, что можно указать, какое значение задать в атрибут, можно сослаться и на другой атрибут. Фактически значение из атрибута это переменное, значение которое будет получаться из контекста вью. Важно, что значение атрибутов для вью получается по приоритету. Сначала идут значения, объявленные в layout ресурсах, затем идет стиль, но для TextView еще предварительно будут учитываться атрибуты, связанные с текстопиренс. После этого идут значения из тем оверлея и затем уже идет глобальная тема. Важный аспект. Значение атрибута можно получить только при наличии темы, либо контекста, из которого можно получить тему. Например, drawable правильнее получать через контекст, так как в Android 6.0 внутри них появилась возможность указывать какие-то drawable через атрибут. Соответственно, чтобы его вычитать, нужен контекст и понимание темы. Ну а теперь давайте я вам покажу, как я организовываю разные типы стилей в проекте. Я создал самый обыкновенный проект, который у меня есть в Android Studio. Он у меня назван Android Broadcast. Все довольно логично. Давайте попробуем в нем немножко организоваться и посмотреть, соответственно, как нам тут работать с темами, что нам предоставляет стандартный проект. Мы для этого откроем Values. Как видите, у нас генерировано два файлика тем. Почему-то стал генерировать такую штуку в канарейке. Я, честно, не очень понимаю, зачем. И, соответственно, у нас происходят вот такие вот штуки. Первое, что мне не очень нравится, в том, что я обычно стараюсь модули между темами, темы, точнее, между несколькими модулями переиспользовать. Например, несколько рюальных модулей, чтобы я мог оттуда брать стиль и обращаться к ним. Соответственно, мне нужно здесь создать еще один модуль. То есть я хочу себе создать модуль, какой-нибудь Android Library модуль. Я ему назову какой-нибудь как Core UI. То есть я обычно такой модуль как бы вот именно генерю. У меня появляется какой-то Core UI мой модуль. И, соответственно, туда вот это все буду переносить. То есть все свои темы, все, что у меня появится. Давайте туда это успешно и перенесем. Так, мне нужно создать директорию теперь. Теперь, соответственно, я могу ее создать. Да, вот у меня папочка для ресурсов. Я просто могу взять и перенести туда свой файлик тем. Вот. А как минимум мне еще нужно туда за собой унести цвета. Цвета, в принципе, у нас тоже базовые. Могу тоже их смело туда унести. И помимо этого мне еще нужно и Night Mode не забыть. Тему тоже унести. Поэтому мне здесь нужно тоже создать директорию. И, соответственно, можно найти ее здесь. Например, там Night Mode добавить сюда конфигуратор. Фигуратор, например, Night. И у меня появится, в принципе, Values Night. Должна появиться. Она, видно, здесь не отображается. Пока мне здесь нет ресурсов. Давайте посмотрим. Да. Вот она моя Values Night. Она пустая. Потрясающе сделана. Почему не дать мне перенести? И, соответственно, я сюда, сейчас, отсюда, что-то из этой Values Night. Вот эту тему постараюсь перенести. И, соответственно, перенес. Все. Вот. Теперь, соответственно, базовую часть, которую я хотел сделать, я уже по моей теме сделал. Она у меня хранится в каком-то Core Module. Окей. Все. Цвета есть, впрочем. Теперь. Есть проблема в том, что если я хочу в ней версионироваться, мне нужно какие-то будут добавить изменения в определенной версии API или в новых версиях, я здесь часто не буду делать неудобно. И я тут придерживаюсь принципа, который нам дает стандартная вообще реализация Material Company. Вот, кстати, если вы хотите ориентироваться, можно очень хорошо на нее посмотреть. Например, если вы пройдете по ней, то вы можете увидеть вообще, насколько тут все организовано. Вот эта вот затея, концепция, которая здесь применяется. В принципе, я ее и применяю и в своих проектах. Поэтому для начала мы делаем специальную такую тему. Мы называем ее, в принципе, Base и версию. Обычно это называют минимальную версию в самой базовой папке, в которой поддерживает ваше приложение. И она как раз наследуется от какой-то стандартной темы. Затем создается такая же тема, но уже с названием Base, только без версии. То есть, соответственно, это будет общая какая-то базовая тема. И сюда, соответственно, тоже она подкидывается. И потом тема нашего приложения наследует уже вот эту вот базовую. Зачем делать вообще такая сложная прослойка, и все это происходит? Это связано с тем, что нужно просто скрыть от нас эту версию. Все время мы наследуемся, нашу основную тему наследуем от одной общей. А вот эта общая будет меняться. Сейчас я вам буду это показывать. И, соответственно, наши все атрибуты, которые появлялись на нашей теме, базовые, они должны уехать сюда. Потому что, в принципе, это базовая. Мы ее будем расширять, добавлять, что-то делать. Давайте попробуем теперь, соответственно, у нас сделать какую-то нашу ночную тему. Наша ночная тема, она, в принципе, полностью переопределяет все, что здесь было сделано. Ее можно сделать немножко по-другому. То есть, например, мне не очень нравится, что она делается вот так. Я обычно делаю, соответственно, делаю night. И сюда вот это все вшиваю. Меняю нашу тему полностью. Соответственно, она же у нас наследуется. Сюда уходит у нас V21. Потому что, в принципе, это версионирующаяся тема. И, соответственно, здесь у нас потом еще нужно будет добавить нашу финальную тему, от которой будет наследоваться наша тема основная. Вот. Меняю всех парентов, чтобы это было все правильно, как нужно. Вот. Но, кстати, здесь вот будет ошибка. Здесь, потому что base V21 night, она у нас уже есть. То есть, нам нужно наследоваться вот от этой. Base 20. Да. Вот так вот надо будет правильно наследоваться. Да. Потому что нам нужно от ночной темы наследоваться. Все. Соответственно, мы это сделали. И теперь, если мы посмотрим нашу тему, она как раз-то у нас наследуется от разных тем. То есть, смотря какой конфигурации у нас будет это происходить. Если мы можем посмотреть, видите, как раз-то в базовую тему у нас будут переходить, в зависимости от того, каких ресурсов нужно. То есть, эта тема у нас уже не трогается. Мы ее не трогаем, и все с ней происходит. Темы, которые у нас были раньше, которые были как догрузки и прочее, они, в принципе, тоже остаются работать. С ними все в порядке, ничего не меняется. Теперь попробуем добавить тему. Например, мы хотим на 26-м API добавить какое-то новое значение. Я просто создам новую папку для ресурсов. Мне ее нужно, соответственно, поместить сюда. То есть, я создам темы, и мне нужна версия. Сюда добавить 26. Все. Вот, соответственно, у меня появляется моя 26. Вот. Но, как мне его расширить? Чтобы это расширить, фактически, я копирую все это. Ну, сейчас буду подчищать. Да, копипаста тут будет сейчас какая-то. Ну, мы ее будем вычистать. Смотрите, у меня есть тут уже название меняется на V26. И, соответственно, базовая тема уже тоже будет наследоваться от V26, потому что она в этой папке определена. Эти все атрибуты, они, в принципе, есть. Они мне не нужны. И моя тема должна расширять какую-то тему предыдущую, которая как минимум в V21, которая у нас уже есть. Соответственно, она просто доопределяет в ней что-то. И я, например, могу какой-нибудь сказать, что мне window... Я хочу, например, чтобы window color у меня тут был какой-нибудь color black. Вот. И я, соответственно, меня... Как видите, у меня этот атрибут объявлен еще позже. Соответственно, мне вообще нужно было делать на value 31. И тогда бы у меня все заработало. Как раз, видите, вот такие штуки для этого покрываются. То есть я, на самом деле, не помню какой-нибудь пример, который можно придумать из V26, но вот как минимум для V31 у нас уже что-то есть. И таким образом получается у нас что? У нас получается, что мы имеем тему, которая у нас уже работает, то есть по умолчанию. То есть она будет выбирать ту, что у нас подходящий, и мы, в принципе, можем в ней что-то определять. Я обычно все определения доопределения делал вот в этой теме. Эта тема, она никогда не трогается базовой. То есть она нужна именно как мост, как родитель для основной темы нашего приложения и между темой, которая меняется у нас в зависимости от конфигурации. Вот. Такое происходит. Это нормально. И, в принципе, с ними каких-то вопросов особых у меня никогда не возникало. Вот. Давайте теперь попробуем сделать, если нам нужно определить какие-то стили для виджетов. Зачастую есть такая штука, нам нужно какие-нибудь сделать стили. Опять же, я создаю какой-нибудь файл стайлс, и, например, хочу поменять стиль для всех моих кнопок. Соответственно, я тоже должен соблюдать этот нейминг. Чтобы соблюдать этот нейминг, я должен, опять же, у нас есть стайл, я тут обычно применяю виджет, потом идет название моего приложения, Android Broadcast, и потом идет уже название самого виджета, например, button. И родителям его я возьму название, соответственно, ну, стиль из кнопки из материал-компонентов. Material Components. Что у меня тут есть? Button. Вот. И я, например, хочу ему сказать, что Android только background. Вот, кстати, очень важно не путаться со значением атрибутов. И сюда, например, кто-нибудь color black. Соответственно, я его поменял. Теперь я могу этот стиль кнопки задать в мою базовую тему. Все стили вообще стандартные, они всегда, на следующее, например, вы можете поискать, есть button style. Вы можете, видите, всегда найти такой стиль вообще для любой кнопки, они всегда здесь есть. И, соответственно, я делаю Android Button Style, и указываю мой стиль, который я только что это сделал. Он у меня будет виджет, Android Broadcast Button. Как видите, я переопределил таким образом стиль кнопок для всех. И опять же, соблел полностью весь мой name convention. Абсолютно аналогично, я делаю стандартные стили еще всегда и для текстов, то есть текстоперенцы. Они, в принципе, зачастую совпадают с мотивами, но происходит, что они могут отличаться. Я рекомендую вам строго договориться с вашими дизайнерами о том, какие у вас будут, соответственно, стили для текста, чтобы у вас было, грубо говоря, это проще, вам все делалось. И, соответственно, здесь определяются какие-то стили. Там, я не знаю, например, может быть какой-нибудь текст appearance, Android Broadcast, и тут будет какой-нибудь там main header. И родителям у него будет какой-нибудь текст appearance, material components, и у него какой-нибудь будет headline 3. Но я ему, например, скажу, что вот, а мне хочется тебе, чтобы у тебя текст size был там, например, 50 дипов в SP. Правильнее будет, да, для текста SP. И, соответственно, тоже его переупредил и могу использовать. То есть теперь у меня будет в моем Core UI теме какие-то наборы стандартных виджетов. Если их нужно вам версионировать будет, вот, соответственно, в зависимости от квалификаторов, я это провел вам пример с темами. Он абсолютно совпадает с тем, что было сделано, то есть с темами, с виджетом, он вообще для любых стилей будет абсолютно одинаково меняться. То есть с помощью такой красной итерации вы сможете себе добавить очень много гибкости и не задумываться никаким образом о том, как вот вам что-то впихнуть, новое или прочее. Единственное, что есть минус. Видите, как я делал разницу в версионировании V21, V26. Если вы впихнете что-то между, фактически должно быть друг за другом все выставлено. То есть V22 должно следоваться от V21, V23 от V22 или V21. Если вдруг вы что-то впихиваете посередине, может быть проблема. Поэтому либо определяете сразу все, либо следите за тем, чтобы не получилось проблемы и не пришлось потом там что-то вот вам править, потому что вы где-то недопределили и не сделали правильно. Поэтому обязательно следите за этой штукой. Text overlay в принципе складывается абсолютно по таким же принципам. В этом никакой разницы не происходит. На этом в принципе все, что я вам хотел показать. Как видите, организация этих тем, стилей и прочим, она не сложна. Главное следовать какой-то иерархии, следовать name convention, которую вы легко можете выдернуть из стандартного описания всех кнопок, всех этих виджетов. Вам просто нужно полностью повторять его за собой. И оно не такое страшное, как кажется. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое про стиле для себя, что позволит вам улучшить организацию ваших ресурсов в проекте. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях к этому видео, я на них отвечу. Либо вы можете еще вступить в чатик Android Broadcast Talks в Telegram, чтобы пообщаться с коллегами, я там тоже активно стараюсь отвечать на ваши вопросы. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.